Аплодисменты Теперь же Глезногорс называется, да? Ну что, спутник не летает? Не летает. Спасибо, что пришли. Вот. У меня самое незабываемое ощущение было. Гости в этом закрытом городе. Да. Ну хорошо. Значит, вот. Я вижу, что тут уже. Ну давайте начнем про подпички, а чего-нибудь такого. Александр Васильевич, может быть, мы просто сразу начнем с подведения резюме. А, да. Сначала мы подведем резюме. А, почему заберзают сердца? А потом снегом. Да. Ну хорошо. Давайте. А, да. Значит, тут нужно... Давайте снег споем. Тут же принесло. А там без принесло. 50-й свой год. Молодой геолог. На юге. Тихо по веткам шуршит снега падать, Сучья трещат на огне. В эти часы, когда все еще спят, Что вспоминается мне? Небо далекого гроза. Там и письма домой. Царствие чепоточных солнцем. Быстро сменяется озеро. Долгой полярой зимой. Снег. 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 Снег над палаткой кружится. Вот. И кончается наш шурман. И начнем. Снег. 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 На глазах за окошком кружится, А не коснется твоих сорокноватых век. Снег, 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 Что тебе, милая, злится Над тишиной замерзающей век? Снег, 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 Толкнули сердце твоем за грегу, Ветер поет на пути. Через туманы по разбору Мне для тебя не дойти. Вспомним же, если взглоснется Наши стоят огни, И пешком, как придется, Песня к тебе наберется Даже в небе на юге дыр. Снег, 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 оттайвую кружится В югах заносит следы Наши солей. Снег, 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 А у тебя начало слиться Занятый солнцем, Вот за ней герой Завтра жду. Однажды, Coates, Это такая история, Имеющая отношение к нексам. По наружу, когда вы думали правда, В штатах Нью-Йорке, Тут есть фильм «В поисках Эвериша», Я это тебе рассказывал. Фильм этот, возер bless, да? Вот фильм этот, Но те, кто не видел и так далее, Он единственный местный, Где можно купить, на самом деле. Фильм этот связан с моей жизнью, где он дает для тех, кто не знает, я отраслал, скажи, я Эверса в Ленинграде, но родители мои родились в Куделево-Белорусском, и многие поколения их предков жили там. И коротким языком был итиш. И вот так уж получилось, что по словам я там не был. Каждый год мы ездили с бабушками и дедушками, ездили с родителями, бабушками и дедушками туда. Там была огромная семья, разведленная такая, знаете, там, в Итинске, в Минске. Да, там была черта оседлости. И в 41-м году мы совершенно случайно не поехали, потому что отец не был жил, а у меня зарплаты. Мы жили бедно ночью. В коммуналке жили в стране, помните? С водителями. И мы не поехали. И это нас спасло, потому что мы попали в блокаду, немцы все-таки выжили. А всех родственников, бабушек, дедушек, братьев, сестер, кто оказался там, в октябре 41-го года немцы убили. Там, в поселке Пашка, под Могиревом, был опытный полигон, там испытывались душегубки. Вот на них они испытывались. И вот, тема фирма такова, что до данной 70-летнего юбилея, ну, спохватившись, что я весь земной шар был в Антартизе, на Северном полюсе, окружался там до океана и так далее. Я не знаю ничего ни о своих предках, ни из-за дня, на которые мы не говорили. Я еду в Могирев, и другие города Белоруссии искат остатки своей когда-то большой семьи, языка, на которые мы не говорили. И нахожу только на Северном полюсе. И вот фирм этот, субстронный по-английски, по заброшенному году, ползарочной фильм, документальный, который монтировал замечательный белорусский режиссер Юрий Хочевадский, известный своими фильмами, так сказать, по ряду многих народных премий. Фирм этот в Белоруссии пойти не может, потому что Юрий Хочевадский личный враг Александр Григорьевич Лукашенко, классный фирм, он был, наверное, президент. Вот, и так далее. У меня было вопрос в уши, но он и живет в Минске до сих пор. Я говорю, Юрий, а что вы не уезжаете? А я, это моя земля. Я здесь родился, я здесь буду жить. 18-18 году уже, я не могу понять. Это был мужик уже. Вот, ну, неважно. Важно, что фильм этот, в октябре года прошлого года в Нью-Йорке на фестивале международного документального фильма, не на еврейском фестивале, но вообще не на фестивале международного документа, получил номинации культуры первые в мастер-минске. О нем это большая пресса, они много чего еще пишут и прочее, прочее. Вот, я просто, чтобы показать, я пришлю стишок с фильма и провожу песню, а потом свою песню, уже смешную, связанную с этим фильмом. Жизнь, как лета, коротка, видишь, я не знаю языка, видишь, достояние моего предка, да не слышал я его редко, не учил его азы, грустно, мой единственный язык, русский, да застарившийся, как с кровью, расхождение языка с кровью. Мой отец перед войной с мамой, говорил о нем порой, мало, чтобы я их разговор не понял, это все я до сих пор помню, я не знаю языка, значит, не на нем моя строка плачет, не на нем моя звенит песня, и какой же аид, если позабыл своего деда, будто нет для него дела, вдохоносится ли я, жарко, я не знаю языка, жарко. И вот, конвенционная сцена фильма, День Победы, в Минске, на печали известной Минской яме, где-то для немцев в Убирии несколько тысяч евреев, идет террорный митинг, люди плачут, приносят цветы, камни, потому что по-еврейски традиции, цветы, цветы, глаз, и камни, идет террорный митинг, и она поет такую песню, эту фейер песню. Под пюре я щеку рукой, А в житии тихо став мне взлет, Я на снимок смотрю стаскорный, А на снимке двадцатый год, Над местечным клубится пыль, А влетает вечно в инфеясь, Моем маму зовут Рахим, Моем маме двенадцать лет, Над местечным клубится пыль, А влетает вечно в инфеясь, Моем маму зовут Рахим, Моем маме двенадцать лет. Под зеленым кором травы Моя мама теперь лежит, Ей защиты не стал, увы, Ненадежный донидовщик, И кого из моих родных Ни народу, ни народу зову, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит ворону, И кого из моих родных Ни народу, ни народу зову, Кто стареет в краях иных, Кто убитый лежит ворону, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Косоротица Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я думаю, что евреям было не только опасно, но и позор. Я, мальчишкин, восхитительный подсталинский браван, черпил в этих замечательных браванах Танго, Ревей, Зюз, Безобразная Дерцогиня, Семя, Пенгей и, конечно же, Иудейская война. Какой-то запас того, что все ужасные и древние, как у нас представляется сталинская пропаганда. И вот Принцесса Береника, в которой влюбился будущий император Тит, что не помешало ему разрушить Иерусаленский храм. И уже потом, где-то году в 60-м, работал в институте Георгии Арктики и начал ухаживать за очень красивой девушкой, которая у нас переводчицей, ярко-рыжей, такой медного цвета, цветозащищенной медикой, еврейкой, которая, с моей точки зрения, была похожа на Принцессу Беренику. Я жил на Оксе, и я написал такую вот песенку. Вот, сейчас она живет уже в Анарболе, в Америке, у нее внуки, там, и прочее, прочее. А песня осталась. ПЕСНЯ 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 про атлантиды и прочее, но руководство сказало, что атлантиды не надо, давайте, если осенью меня вызовут, то я с вами делаю лекцию о атлантиде, тем более, что там еще много материалов. В 70-й год судно Дмитрия Менделеева, женский день, 8 марта, судно покачивается где-то в всей Восточной Атлантике, по случаю женского дня женщина была ломана на корабле, а я первый раз попал на гражданское судно после шести лет плавания на военных судах, женщины, потому что не было, вообще, этот самый Босман говорил, что происходит, бабы на судно пускают, вот, приотбирали Ушакове, как сейчас помню, императрица приезжала до плаванское судно, до пластыньё, Босман ходил и все места был, потом хаштай императрица, а сейчас что? Ужас. Так вот, значит, объявил кокус на ночью песню на тему Атлантиде. Значит, я был председатель жюри, потому что я, естественно, был, так сказать, не имен права участвовать, поскольку все, что профессионал, боксер, будем еще раздавать. Начинаешь. Да, но, значит, я, тем не менее, в соответствии с Атлантиде, где кокусы, да, вот, и эта песня осталась. Само интересное другое, что, когда вечером приюли танцы, мы с ныне моим ушедшим жизнью, мы были на Игоре Белоусова, зашли на корму, уже несколько поддавших, и, значит, и он, ткнув пальцем на плясавшую на черных волнах за кормой луной, сказал, а кто это может, Атлантида именно здесь? Так получилось, что это были те самые координаты, где через, значит, 30 лет спустя, погружаясь на подводный аппаратик, на вершину подводного горя Ампер, я нашел следы 20 лет, следы странных сооружений, которые, значит, называют древнего города. Но тогда еще, до этого, я нашел песню, которая, то есть, прогодится, как ответ на вопрос, как я отношусь к теме Атлантида. Атлантический холд, Атлентина, из страницы прочитанных книг, на доме улежит Атлантида, голубого огня материка, А над ней паракоты и ветер, Стои рыб проплевает над ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужней. Не найти и за тысячу лет тому, Как не сняют ученые мне, Ту страну, что пропало бессветно, В океанской ночной глубине мы напрасно Вожать трансмете, В этом царстве подводных теней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужны. Век двадцатый, войной упали, Смерть прикинется теплым дождем. Кто нам скажет, откуда мы пришли? Кто нам скажет, куда мы уйдем? Кто сегодня нам сможет ответить? Сколько же нас в долетие дни? Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужны. И хотя я скажу себе тихо, Не бывало ее никогда. Если спросят, была Атлантида? Атлантида, я отвечу уверенно, да, Пусть поверят в истории об этом, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужны. Пусть поверят в истории об этом, Атлантида ведь дело не в ней. Разве сказки нужны только детям? Сказки взрослым гораздо нужны. Аплодисменты 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 используя спектакли привели к тому, что сняли спектакль в 81-й год, выглядел главный режиссер, а потом вообще и терпится. Я тоже был в Москве, и поэтому мне не хочу быть помянут. Господин Романов, Григорий Васильевич, Миренушка Оскотневого, а так бы достал. Но это был уже потом, когда он уже режиссер, уже в наше время, он хотел ставить Островского. И там, если помните, по пьесе, если кто-то читал, детские произвели концерта 19-го века в Волжском городе, там роман купеческий, там он и она, на фоне этого романа гуляют по Волге купеческие сынки, денег много, время еще пока спокойное, к ним прибывают какие-то пьющие люди, сейчас они называли бомжами, а на дворе, между прочим, колец 19-го века, которые те народовольцы и тот, что мы знаем, они еще и негде даже не довариваются, что будет дальше. И поэтами такую легкую дорогую песню. ПЕСНЯ 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 Для чего зазрявшись в грамоте, Нежные такие чудеса. То ли нас слишком охраны идти, То ли нам направиться в леса. Выдает на речи кутно-быструю, Песенку лезть на бой. То ли нам заделаться папистами, То ли нам удариться с собой. А Леха, то ли нам заделаться папистами, То ли нам удариться с собой. Взяли бы закат подоспали, Новые птицы бираются на юг. А в уездном городе Калинове Сколы были пролазны вокруг. И какую младше резолюцию Очерем мы с вами до зари. То ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. А Леха, то ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Александр Моисеевич. Меня зовут Александр. Я очень люблю историю. Расскажите, пожалуйста, что он был 22-го года, 41-го года. Да. Значит, вы знаете, здесь в этом фильме есть вторая серия. Она называется «Ленинградские деятели своего невоенного». Или книжка. Сами вот книжки. Вот этот двухтопник, который здесь есть, он только что вышел. Это как презентация почти. Представительство «Экспорт» сейчас в Москве. Это принципиально отличается от предыдущих книг по их воспоминаниям, «Следовое океане», «Жить еще надежда». И там первое издание называлось «Вне близи и вдали». Потому что он не то что там где-то переиздан. Это заново написанная книга из двух частей. Они «Экспорт» поставила номер один и два на томах, потому что, ну вот, ну первое еще, что он повторяет, там «Следовое океане» второй класс, там новая книга из «Гердюля Звездового». Так вот, значит, там тоже немножко есть про 22-го июля 41-го года. Вот. Исходите. И там, кстати, есть «Вальс 39-го года». Там, дело в том, что там есть хроника очень интересная. Это вторая серия этого сериала. Там указано, значит, подписание нового современного работы военно-несчастного акта. И там здесь уникальные, проникальные кадры, как наши бородаются с фашистами в 39-м году в городе Брессе. Вот. Документальная серия там есть такая. Вот. Ребен Петров действительно подарил вам новый букет алых роз. Правильно. Дело в том, что она сама подтвердила. У меня, значит, в первом тексте, кстати, в кино, по-моему, первый вариант остался. У меня такой хризантемный объятный букет. На самом деле, он не хризантемы ей подарил, а розы. Когда она поправила меня, я переделал на розы, но в фильме, по-моему, старая запись хризантемы. И еще Толстовское монастырь, да? Спасибо большое. Спасибо вам большое за теплые слова. Я вообще, понимаете, история моя несостоявшаяся любовь. Я объявил свою историю. Меня очень повезло в жизни, что один из моих ближайших друзей, выглядели нашедшей из жизни, замечательный историк, пушкининский писатель Натами Чудульман. Дальше. Уголки земного шара, где мы не были. Я еще ни разу не был за рубежом. С чего бы вы рекомендовали начать опознание нашей моногоды? Не можно с чего. Вы машины не вылезете. Я на единичке сидел, а потом на шестерке. Но когда пересаживаешься на любую, на марку, не знаю, Toyota Corolla, например, уже обратно вернуться не хочется. Но так же и с границей, не совсем. Где вы читаете лекции? Честно читаю МГУ. В каком-нибудь? В Москва-Связанском университете, на геопитническом партии, на геопитнике. Связанствовали с вами Сократ, я знаю, что ничего не знаю. Согласен. А в 3 июля знаю даже это. Интересно. Я вторую часть, я не знаю. Нет, моя любимая фраза, это то, что сказал Прокторон, почему я верю в Атлантиду. Потому что честно, я не верю. Написал. Это то, что я считаю всю жизнь правильным. Верь тому, кто ищет истину. И не доверяй тому, кто говорит, что вернушел. Ну хорошо. Что-то мы обещали спеть, да? А вальсе. А вальсе не готовы. Окей. Когда я был маленький, но как маленький, 6 лет, мне было не 7. На колонии войны? На моем родном Васильевском острове. Почему книжка называется «Записки старого островитяня»? Обратили внимание, первый тон, да? Я островитяня, родительца на Васильевском острове. В Ленинграде, правильно? Ну, игры-то был там, на десятках островов, да нет его. Итак, в 39-м году у всех репродукторов до нашей снимогилии гримела такая боевая песня. «На земле у небеса и моря, наш набег и макушь и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня походу готов». Вальс, 39-го года. Полыхает кривлевское золото, дуются волки степной сухолей. Вячеслав Даш Михайлович Молотов принимает берлинских друзей. Каждый мир верстается на нога, челедь пышный готовит бакет. Репетро преподносит в Буланове, алых роз необъятный букет. ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА-ПА Субтитры делал DimaTorzok 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 Листопад монастыря Субтитры делал DimaTorzok Листопад монастыря Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧЕСКАЯ 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 ДАВАЛЬС ДИНАМИЧЕСКАЯ ЦИП کię ДИНАМИЧЕСКАЯ У меня сейчас недавно 12-й год в родной Питер исполнилось ровно 100 лет со дня первых испытаний русского р�ур lure appelатов на гаминданскому аэродруют я завязываю Ф�титры делал DimaTorzok Вот, и там Сергеевич, Александр Ильич, и так далее, у них эта песня «Слава Кузова». Это первое испытание русских для телепаратов. У меня, кстати, в первой семье этого фильма есть уникальные кадры, снятые в 12-м году под Петербургом. Куда петербургские жители, Такую веселой и бежителю, Какое возгонит событие В предмете на чатных лесах, Да, в зонтике белым-берым, Мальчишки и люди степенные Зменят положами военные, Оркестр играет вальсом. Летчик отчаянные удочки, Шоферские вадные дудочки, Но что за нелепые шуточки Скользить по воздушной стройе? И так, ну, что обязательно, Что вставшие в празднику занято, Глазели на вас, обыватели, Роняя свои гадости. Камянск, тесно, облочины, Злобные и ознобочины, Толпятся купцы и рабочие, И каждый без памяти рад Увидеть, как в небе над городом, Пространство наполнено холодом, От звуки нестройного города, Нелепый парит на парад. Так, ну, будучи без помощи, Как паростник ветра, И помнища опору пространствами, Дом ища несет за мною головой. Такая забава, кстати, Взяв умороз, Радуйтесь матери, Поскольку весь вам заниматель Сей праздничный трюк церковой. Куда, петербургские жители, Там, вы, веселые, бежите, вы, Не стереть себе свет истребителей, Увидка на самой заре. Свода неба, пустыни, безбежища, Дости, вы, пешпелы, убежище, И завтра, не богу, убежище, Откроют у вас во дворе. Свода неба, пустыни, безбежища, Дости, вы, пешпелы, убежище, Не завтра, не богу, убежище, Откроют у вас во дворе. Спасибо. Сегодня эта песня идет на фоне Восстательных съемок, Там, уже дюклюжие форманы, Там, уже русские лица летят, садятся, Потом, в уникальные кадре, Стоит Питер на моторной лодке почему-то, Хроника, и приветствует Люфт Флаф, Идут бомбовозы, тридцатых годов, Такие староботы. Потом ждут современные юнкенсы, Все весят бомбы и горят, До бомбов родного лейграда. На фоне этой хроники, Идет вот эта песня. Так, ну что ж, Первое, это деление. Так, что у нас есть современная тема? Аэропорты, девятнадцатые годы. Аэропорты, девятнадцатые годы. Память Микадеевичу Леониду. Аэропорты, девятнадцатого века. Аэропорты, девятнадцатого века. Тевятнадцатый год. Давайте с вами познакомимся в полночном Из града славного Петра Куда, скажите вы, торопитесь, поручник В краях валов и жары Отправь начальство и подвыску на время Ах, постоянный год А работа девятнадцатого века Ах, постоянный год А работа девятнадцатого века Куда, верить, уйти В любом столетии, в любое время года Разъединяем нас в пути Объединяет нас икая непогода А как друг другу мы добры Когда бесчинство это распутится Ах, постоянный год А работа девятнадцатого века Ах, постоянный год А работа девятнадцатого века Какая общность в этом месте Какие зыбкие нас связывают нити Привычно чокаются здесь Пора прощаться там, друзья Окошко низкое у рассвета по золоте Внеся нас в разные края Нарвануться тройки, словно майдри на взгляде Ах, постоянный год Ах, постоянный год А работа девятнадцатого века Какая песня ваша любимая Знаете, как тебя младший ребенок Все окажется самым любимым Пока не становится старше Поэтому не могу там даже сказать Пожалуйста, хоть и девица Резионный спирт Ну, это шестьдесят третий год Новый год Борт военном паре за Крузенштейн Запрещалось пить даже в Новый год Военные корабли, словно рекорды Восемнадцать офицеров БП и ПП То есть боевая политическая подготовка Ну, я все-таки там Человек-научник Достал я весь экран спирта У себя там в лаборатории Забили себе какую-то очку Твиндеки И там развели его в колбе Я тогда еще не знал, что надо Не воду в спирт наливать А спирт в воду Чтобы не пахло этой резиной Вот, ну и не нагревалась Экстраничка Ну, и там новый период спирта И, наверное, больше Написал я такую Нарвудную песню Бушует ливень Проведной Заброс me Волна в обле Давайте выпьем Б Origin Затем На земле Дымится Разведем И спит В химическом Стекле Э Мы будем пить Затем То спит Сегодня На земле Дымится Разведем И спит В химическом Стекле Э Мы будем пить Затем То спит Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Расмахнутая Настя и жена французского посла. 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 Дальше отец Кихот. Жили, не каясь, да мы будем жить. Братик наш Кали дал нам эту нить, В мире, в котором столько простора, Боли и горы, и солнечным дымом. Разве я сторож, разве я сторож, Разве я сторож, рад моим? АПЛОДИСМЕНТЫ На каменных руках, держать его в могилу, Не мёрт за стороны напряженной спины. Колени светены, их тяжкая работа, Вождение их работ, Если на сладкий кто-то, и небо попадет. Если на сладкий кто-то, и небо попадет, Вождение закончится, а выделяет поля, Их сами крик и ловы, и кончится земля, А небо вот откуда, сюда ведь и тяжелей, Трожит оно оттуда, ракетных кораблей, Трожит оно оттуда, ракетных кораблей. Стоят они, приятно, до нашего веса, Посадка никогда, а смена не пришла, Их свет не вновь не ловит, и ночью не доска, Их красоту с горятами уроды твоя, Их красоту с горятами уроды твоя. Стоят они навеки, но должен быть в беду, Те годы, человеки, привычные к труду, И жизнь ещет надежде, до того, и пока Отламки небо держат на каменных руках, Отламки небо держат на каменных руках. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не стоит долго мучиться, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!